Всем привет, друзья! Сегодня черная порция мертвых городов. Огромная просьба, подпишитесь на мой второй канал, на всякий случай. Приятного просмотра! Город-призрак Фэнду. Этот заброшенный китайский город, возраст которого 2000 лет. Расположен на берегах реки Ямцзы и считается местными жителями, домом дьявола и входом в подземное царство. Позже, во временной династии Тан 618-96 до н.э. Фэнду получил репутацию в местах, где живут мертвые и стал знаменитым даосским кладом. После завершения строительства плотины Три ущелья, нижняя часть города погрузилась под воду. Однако холм и десятки храмов остались на поверхности. Среди многочисленных даосских храмов и сятынь здесь находится каменная статуя призрак короля, которая вошла в них рекордов Гиннеса как самая большая скульптура. Древний город-призрак Каякей, что находится возле Турских гор на юго-западе Турции, когда-то был домом для более чем 20 тысяч грек. Сегодня из-за политических репрессий, которые имели место почти век назад, он лежит в руинах. После Первой мировой войны и распада Османской империи, Греция и Турция погрузились в свою собственную войну за земли. Результатом был взаимно обязательный обмен населением, и около 200 тысяч греков и более 300 тысяч турок были насильственно выселены из своих домов. В сохранившейся городе 350 домов и две православные церкви выглядят практически как античные. Они служат напоминанием, насколько короток может быть человеческий век перед лицом природы. Музей, который рассказывает об истории города, это все, что осталось в Каякее. Хабберстоун, Чили. В начале 20 века он был самым большим городом легендарной чилийской пустыни Атакама. Местные жители занимались добычей полезных ископаемых и минералов, которые спустя несколько десятилетий обесценили. Люди стали уезжать отсюда, и вскоре здесь вообще никого не осталось. Одинокие здания засыпаны песком. Город Орадур, Сурглан. 10 июня 1944 года. День, когда перестало биться сердце этого города. Вместе с 642 сердцами его жителей, старики, младенцы, здоровые и больные, они все погибли в одну ночь. 197 мужчин, 240 женщин и 205. Глубокой ночью, когда жители города спокойно спали в своих домах, в город ворвались солдаты СС. Всем мужчинам было приказано собраться на центральных площадях города. Вначале каратели обездвижили их, стреляя по ногам, а затем сожгли заживо. Не менее ужасной была судьба женщин с людьми. Их согнали в церковь и подожгли. Чудому удалось выжить лишь 5 мужчин. После столь жестокой расправы над мирными жителями, эсэсовцы взялись за город. За считанные часы они превратили все в руину. Что послужило причиной такой кровавой расплаты, до сих пор неизвестно. По одной из версий, фашисты перепутали городок Орадур-Сюрвер, рядом с которым партизаны захватили в плен, а затем казнили штумберфюрера Гальмута Кампо. По другой причине немцы требовали выдать, якобы скрывавшийся, с селений партизан. А затем администрация ответила на это. Но так или иначе, трагедия Орадур-Сюрте-Глан стала одной из самых страшных страниц в истории Франции. За все время второй мир. Такие города, друзья. Спасибо за просмотр. И не забудьте подписаться на мой второй канал. Ссылка будет в описании. Всем до скорой встречи.